Пожар не оставляет времени для раздумий. В Самарской школе прошел урок безопасности. Не зарастет народная тропа. В Самаре депутаты городской думы приводят в порядок могилы ветеранов. Чтобы холода не застали врасплох, в Куйбышевском районе Самары прошел смотр снегоуборочной техники. Около полусотни самарских улиц приведут в порядок в следующем году. Масштабное обновление магистрали идет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному указом президента Владимира Путина. Перечень объектов в Самаре уже определен. Задача не просто привести сеть в порядок, но и увеличить пропускную способность. При этом повышенное внимание будут уделять тем участкам, срок гарантии на которые заканчивается. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в целях эффективной реализации НАСПроекта поручил своевременно провести торги и заблаговременно заключить контракты, чтобы подрядчики могли без промедления приступить к ремонту, как только весной позволит погода. Отметим, значительный объем работ будет выполнен в поселке Мехзавод. Там охватит более десятка участков. Кроме того, уже в этом году подрядчики, что ремонтируют улицы Старозагора и Победа, приступили к тем работам, которые были запланированы на следующий год. Общий объем финансирования по НАСПроекту составит 5,5 миллиардов рублей. Из них почти 2 миллиарда получат Самара и Тольятти. Пять минут на спасение. За такой промежуток времени школьники должны уметь эвакуироваться из здания в случае пожара. Учение спасатели провели в 57-й школе. Справились ли школьники с заданием, знает Елена Нижегородцева. В учебных классах пожар распространяется со скоростью полтора метра в минуту, в коридорах до пяти. При горении мебели и бумаги в воздух выделяется оксид углерода, который является смертельным, если вдыхать его более пяти минут. Вот почему при пожаре нужно действовать быстро. Внимание! В одном из помещений произошло заживление. По сценарию учений пожар возник на втором этаже 57-й школы. Замкнуло проводку в актовом зале и огонь охватил сцену. После срабатывания тревожной кнопки пожарные прибыли в течение 10 минут. В это время все дети уже были во дворе. На случай пожарной тревоги у руководства школы есть четкий план действий. Согласно плану эвакуации, выводим на улицу, считаем детей, отдаем рапорт нашему директору о том, что все дети эвакуированы. Чтобы не допустить паники, нужна четкая организация, постоянная беседа с учащимися о мерах безопасности собственной, личной. Это проведение тренировочных пожарных эвакуаций не менее, на мой взгляд, одного раза в четверть. И это, конечно, полный противопожарный инструктаж, который, я думаю, ведется в каждой школе. Такие учения проводятся несколько раз в год. Мальчишки и девчонки с интересом следили за действиями пожарных, хотя и без того четко знают, как вести себя в экстремальной ситуации. Но оказалось, эвакуировались не все. По легенде, на третьем этаже кто-то застрял в ловушке из дыма и огня. На земле раскатали рукава, с помощью автолестницы спустили вниз пострадавшего. В здании школы спасатели обнаружили еще нескольких человек. Троих, надышавшихся дымом, выбили в спецмасках к машинам скорой помощи. Человека без сознания транспортировали на носилках. Пока одни пожарные занимались пострадавшими, другие укращали огонь. Спасательная операция заняла менее пяти минут. Обязательно должны быть такие проверки, потому что, если их не будет, то в экстренных ситуациях мы не сможем правильно отреагировать и будут потери. На данном учебно-методическом сборе мы рассмотрели актуальные вопросы о поддержании вопросов пожарной безопасности на соответствующем уровне. Рассмотрели вопросы об учении персонала, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации, в случае возникновения пожара, объекты были готовы. В учениях были задействованы 13 машин спецтехники и 58 пожарных. Эвакуировано 570 человек. Не допустить трагических последствий в случае реального возгорания – главная задача таких тренировок. Елена Нижегородцева, Николай Сидоров, События. Двери в будущее. Предприятие авиационного и космического двигателя строения подписало соглашение с 12 опорными школами. Ученики познакомятся с производством и смогут определиться с будущей профессией. Подробностью Елены Малютиной. Тесное сотрудничество между крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателя строения ПАО «Кузнецов» и самарскими школами позволит ребятам определиться с будущей профессией. А руководство предприятия получит высококвалифицированные кадры, которых начнут обучать еще со школьной скамьи. Завод сейчас на подъеме. Здесь скоро откроют 8 новых подразделений и остро нуждаются в компетентных кадрах. Все современное оборудование связано и с компьютерными технологиями, и с проектированием в 3D, фактически с тем стандартом 4-й промышленной революции, к которому мы все сегодня движемся. Поэтому мы считаем, что подготовка наших специалистов должна начинаться не только с университета, она должна начинаться гораздо раньше. Мы рассчитываем, что благодаря совместно запущенной программе мы начнем ориентировать наших детей, наших будущих специалистов. Школьников ждут мастер-классы, экскурсии в цеха, встречи с топ-менеджерами, педагогов, стажировки. Уже выбрано 12 учебных заведений. Все они расположены близко от завода, на Безымянке. Но главное – это школьная программа, ориентированная на углубленное изучение математики. Ранний интерес к профориентации для школьников открывает множество возможностей. Они могут с самого своего детства начать разбираться в своей будущей профессии, в тех сферах, в которых они хотят связать свою будущую жизнь. И поэтому то, что делает это предприятие, это действительно важно. Мы можем увидеть то, как работают люди на этом предприятии и понять, с чем им приходится иметь дело. Для решения стоящих перед страной задач необходимо повышать престиж рабочих профессий и готовить высококвалифицированные кадры самого юного возраста, подчеркивает и губернатор Дмитрий Азаров. В регионе реализуется национальный проект образования, инициированный президентом Владимиром Путиным, а именно региональный проект «Билет в будущее». Практические мероприятия, которые предлагаются нашим ребятам, учитывают возраст ребенка, учитывают его интересы, которые мы уже посмотрели в процессе диагностики, учитывают уровень его осознанности, а также с 2019 года учитывают и ограничения в силу особых возможностей здоровья. Программа поможет будущим инженерам окунуться в производство. По региональному проекту «Билет в будущее» уже более 20 тысяч учащихся из 292 школ Самарской области уже ответили на вопросы онлайн-тестов, кем бы они хотели стать в будущем. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. Помнить историю и быть благодарным своим отцам и дедам. В Самаре восстанавливают заброшенные захоронения участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Акцию приурочили к грядущему 75-летию Победы. Но ее организаторы говорят, теперь за каждой могилой будут постоянно ухаживать. «Покажите мне водителя танка Т-34. Не могу поверить, что существуют такие умелые солдаты». Так отозвался пленный немец о боевом мастерстве Василия Андреянова. Танкист прошел всю Великую Отечественную. За бои в Молдове был удостоен звания Героя Советского Союза. Его захоронение на городском кладбище Самары десятилетиями оставалось без ухода. Родственников не было. Недавно шефство над этим местом взяли депутаты Городской Думы. Привели захоронение в порядок, нашли историю героя. А школе номер 65 присвоили его имя. Ребята теперь тоже будут следить за благоустройством. И кладезь поисковой исторической работы. Потому что за каждым человеком это его судьба и судьба нашего государства. Захоронение Василия Андреянова не единственное. Над которым взяли шефство депутаты, сотрудники городской администрации и общественники. В преддверии 75-летия Победы был составлен список заброшенных могил участников войны и тружеников тыла. Большинство из них захоронено на городском кладбище. Многие – герои войны. Сейчас могилы благоустраивают. Очищают от растительности, восстанавливают памятники и ограды. Засыпают гранитной крошкой. Это дань памяти и уважения людям, благодаря которым мы сейчас ходим по нашей русской земле с мирным небом головой. И самое главное, пока память есть, пока мы помним, жив этот человек и его история. Также на средства города здесь сейчас восстанавливают ограждение и строят дорогу. Организаторы акции говорят, она не единоразовая. За захоронениями будут следить постоянно. Никита Борисов, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Отправились на место трагедии, чтобы привести в порядок барелье в памяти Валерия Грушина. Самарский студент погиб под Иркутском, где был на отдыхе, спасая тонущих детей. С тех пор в память об этой трагедии на Грушинской поляне под Самарой собираются барды. А вот могила героя на далекой реке Уда оказалась забытой. Экспозиция из Самары решила исправить ситуацию и отправилась в далекий сибирский город. Подробности у Валерии Куценко. Сейчас я стою у кедра, которая в 10-20 метрах от горелища Валерия Грушина. И где-то в 200 метрах от места его гибели. На этих кадрах запечатлено место гибели Валерия Грушина. Популярный бард, создатель трио «Поющие бобры», студент Куйбышевского авиационного института, погиб, когда учился на шестом курсе. Спасал тонущих детей во время турпохода по сибирской реке Уда. Спустя полвека его друзья и поклонники приехали к метеостанции «Ходома» в Иркутской области, где в память о Грушине сделан барельеф на горе. Я в девятый раз на этом месте. Мне непросто писать эти строки, так как я была участником первой экспедиции по поиску тела Валеры. Когда ехала сюда, я думала, что увижу заброшенное место. Но нет, место не заброшено. Участники экспедиции привели в порядок памятное место, заложили капсулу времени потомкам. В этом году, 23 октября, Валерию исполнилось бы 75 лет. В Самаре в этот день дадут концерт, листая дневники Валеры, и откроют выставку из фондов музея Грушинского фестиваля. Многие даже не знают, где он погиб. Несмотря на то, что мы каждый год силами Тамары Алексеевны музей организуем на каждом Грушинском фестивале, она подробно рассказывает. Я помню, там тысячи людей проходят через этот музей. И тем не менее, даже в Самарской области, особенно молодые, до сих пор даже не понимают, как, что, где произошло. Участники экспедиции дали на Байкале благотворительный концерт. Авторской песни. Это стало возможным благодаря поддержке самарского губернатора Дмитрия Азарова и главы Иркутской области Сергея Левченко. Полный зал. Людей был, мы не ожидали, что в таком, как бы, заштатном районном центре, где-то там далеко в Саянах, такое большое количество любителей авторской песни. Очень теплая встреча была. Значит, сам мэр Нижнеудинск, который вот нам во многом помогал. В феврале 2020 года пройдет традиционный зимний грушинский фестиваль. За полвека он стал не менее популярным, чем летний. Валерия Куценко, Григорий Пешаков, События. Самарские журналисты вспоминают коллегу Владимира Кейлина. 16 октября ему исполнилось бы 70 лет, если бы не трагедия, случившаяся в августе 2014-го, оборвавшая его жизнь. Спортивное журналистское сообщество решило отметить юбилей Кейлина вечером памяти «Человек, влюбленный в жизнь». Сергей Кизуркин продолжит. «Человек эпоха», «Человек легенда», «Человек с большой буквы». Так друзья и коллеги говорят о футболисте, тренере, руководителе областной федерации футбола и о спортивном журналисте Владимире Кейлине. После его трагической гибели в автокатастрофе в конце лета 2014-го года в его честь проводятся детские соревнования по разным видам спорта. А этой осенью, 20 октября, впервые состоится вечер памяти «Человек, влюбленный в жизнь». Для кого-то он был Владимир Михайлович, для кого-то он был Володей. Но, в общем-то, к нему все обращались. Просто Михайлович. Потому что, на самом деле, как вы сказали, человек был очень разносторонний, честный, правильный во всех отношениях. Он делал очень многое. Он жил так, как чувствовал. Фирменная улыбка Владимира Кейлина была настоящей. Как на работе, так и дома. Вспоминает вдова Марина. Кейлин был достойным любящим и любимым мужем и хорошим, добрым отцом. У него растут сын и дочь. Друзья Владимира Михайловича не устают поддерживать семью. Благодарна всем, кто помнит. Это очень важно для семьи. Но и это очень тяжело. Владимир Кейлин больше 20 лет проработал на телевидении. Он был первым флагманом спортивной журналистики в Самаре и Самарской области. По его примеру, в профессию пошла молодежь. Владимир Михайлович – это самое узнаваемое, без преувеличения слов, лицо телевидения Самарского. Это один из символов. Как минимум ската, а по мне так всего телевидение Самарского. Делиться своими воспоминаниями о Владимире Кейлине его друзья продолжат на вечере памяти в АДО. А самарские артисты украсит этот день концертной программой. Ведь кроме спортсменов его любила и творческая интеллигенция. Вечер памяти – это скорее в каком-то смысле его творческий вечер. И поэтому будет это очень, на мой взгляд, и трогательное, и местами немножко ироничное. Ну, в общем, вот все, что можно вобрать в понятие Владимира Михайловича Кейлина – в музыке, в стихах, в словах, воспоминаниях тех официальных лиц, которые будут выходить на сцену и говорить о нем. Вот это все в целом и получится творческий вечер памяти Владимира Михайловича Кейлина – человека, влюбленного в жизнь. Поклонники творчества Владимира Кейлина, коллеги и друзья, могут прийти на вечер памяти в воскресенье 20 октября, начало в 16.00. Пригласительные билеты в кассе АДО. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. Тело 13-летней девочки нашли в центре Самары, возле дома, где она проживала. Перед этим в соцсетях ребенок оставил прощальную запись. Девочка сообщила, что отрезала волосы и собирается покончить с собой. Нашли ее уже мертвой. Специалисты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области подтвердили, что смерть наступила на месте происшествия. Эксперты выясняют все обстоятельства гибели подростка. Больницу Общества Красного Креста ждет реставрации. На эти цели Министерство здравоохранения Самарской области в следующем году направит почти 22 миллиона рублей. Речь идет о здании на пересечении улиц Буянова и Льва Толстого. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Здание является объектом культурного наследия. После реставрации его планируют использовать как поликлинику на 260 посещений в смену. Сотрудница МЧС Самарской области обвиняется в получении взяток. По версии следствия, в 2018 году старший инспектор одного из отделений отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района неоднократно получала от представителей организаций взятки в размере от 15 до 200 тысяч рублей. В общей сложности она получила более 300 тысяч рублей. Деньги предназначались за сокрытие выявленных ей в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. Установлено 5 фактов получения взяток. Уголовное дело передано в суд. Чтобы холода не застали врасплох, сегодня в Куйбышевском промышленном и советском районах Самары управляющие организации продемонстрировали готовность к работе зимой. Как прошел коммунальный смотр, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. В демонстрации техники у Дома культуры «Нефтяник» участвовали все крупные управляющие организации, работающие на территории Куйбышевского района. Спецтехнику будут использовать зимой. На смотре присутствовал и персонал этих организаций – дворники и бригады по очистке кровель. На крышах будут трудиться альпинисты, которые уже получили экипировку. Подготовка проходит штатно. То есть люди готовы, дворники все укомплектованы. Техника, она есть, формирована у нас две. Так как мы обслуживаем площадь маленький поселок Рыбежный, 24 тысячи квадратных метров. Всего убираем площадь, это вместе и ручная, и механизированная уборка. Поэтому две единицы нам, как правило, достаточно. Всего в Куйбышевском районе Самары 826 многоквартирных домов. Половина из них со скатными кровлями, состоянию которых зимой уделяют повышенное внимание. Для очистки снега с крыш сформировали 11 бригад. Содержанием дворов будут заниматься 175 дворников. Для работы в зимний период данными управляющими организациями подготовлена техника в количестве 30 единиц. Из них 7 единиц это собственная техника управляющих организаций. И на 23 единицы они заключили договоры со специализированными организациями для предоставления техники. Количество техники, которые будут использовать при уборке дворов и улиц Куйбышевского района, в этом году увеличили на 30%. Стало больше и дворников. В общей сложности у управляющих компаний города в распоряжении 300 единиц техники и более 2900 дворников. Все управляющие компании готовы к зимним условиям работы. Количество техники соответствует нормативу и количество дворников тоже соответствует. На сегодняшний день в Самаре прошли смотры во всех районах. Уже на следующей неделе коммунальщики должны собраться на площади Куйбышева на общегородской смотр и отчитаться о готовности к уборке снега и наледи зимой. Помимо техники, управляющих компаний представят и спецмашины профильных муниципальных предприятий и других организаций, обслуживающих городские дороги, скверы, парки, набережную, а также пешеходные зоны. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События. Взглянуть на город по-новому. Для 45 участников городского совета ветеранов устроили автобусную экскурсию по Самаре. Старые улочки, новые памятники и космический музей. Вместе с ветеранами на экскурсию отправилась и Валерия Куценко. Красоты набережной и старинные купеческие дома. Ветераны труда и боевых действий увидели Самару с другой стороны. Новые памятники, красивые площади и интересные истории о родном городе. Но главная цель автобусной экскурсии – побывать в космическом музее. Среди тех, кто захотел узнать больше о вкладе самарских ученых в освоении Вселенной, оказалась и Наталья Перегудова. Женщина много лет проработала на Алтайском заводе, где занималась наладкой и обслуживанием станков. Вернулась в Самару и теперь заново открывает для себя город, улицы и пляжи Волги, на которые ходят закаляться каждый день. Я хожу утром или вечером на Волгу, искупаюсь и домой. То есть, это моя жизнь. А с точки зрения самого города, город, конечно, изменился. Раньше мы ходили на площадь Куйбышева, когда молодые здесь были, к памятнику Ленина ходили, жили вот этой жизнью. А сейчас, посмотрев вот эти фильмы, вот эти моменты, просто не узнать Самару. Это такая красотища. Такие экскурсии для ветеранов проводятся второй год при поддержке Департамента опеки и попечительства, социальной поддержки населения Самары. В этом году тематика поездок связана с космосом. В честь столетнего юбилея Дмитрия Козлова, почетного гражданина и конструктора ракетно-космической техники. На следующий год организаторы планируют рассказать об истории других районов города и добавить в программу новые достопримечательности, например, футбольный стадион «Самара-арена». Нового, интересного много. Я, например, никогда не знала, что на цирке крыша в клеточках, как фуражка у Попова. Мне бы хотелось еще посмотреть храмы, мечети, ну вообще, вот с этой стороны еще посмотреть. Никогда не знала, не видела, где у нас синагога расположена. Тоже интересно. Экскурсия очень интересна, потому что мы живем в городе, но нет времени сходить посмотреть город. Многие даже и не знают, особенно наши достопримечательности. За последнее время появилось достаточно много новых достопримечательностей, памятников, что-то мест. Поэтому интересно еще раз посмотреть на город. Я думаю, что ветеранам это очень интересно. И будут довольны этой экскурсией. Городские экскурсии будут проходить еще две недели. Следующая поездка состоится 23 октября. Она также будет связана с космосом. Участники попадут в музейно-выставочный комплекс «Самара космическая». Валерия Куценко, Константин Головин. События. В Самаре прошло награждение победителей акции «Здоровое питание. Активное долголетие». В течение трех месяцев школьники погружались в тонкости правильного питания, изучали полезные продукты и пищевые привычки. Кто среди них оказался лучшим, узнал Никита Борисов. 11-классница Лидия Перевозкина мечтает стать врачом. И уже сейчас знает все об основах ЗОЖа. И потому, услышав об акции «Здоровое питание. Активное долголетие», сразу же решила поучаствовать. На протяжении трех месяцев она проводила открытые уроки в своей школе, на которых рассказывала ученикам младших классов о том, насколько важно для здоровья правильно питаться. За это Лидия получила главный приз – путевку на Черное море в Международный детский центр «Артек». «Просто было интересно делиться какой-то информацией с маленькими детьми, учить их чему-то. А то, что победило, это, конечно, очень неожиданно и очень-очень приятно. Такие особенные чувства. Кроме Лидии в конкурсе приняли участие еще порядка 130 школьников. Все они старались придумать что-то свое для пропаганды здорового образа жизни. Победили пятеро на региональном этапе и двое на федеральном. Сегодня они получают заслуженные подарки и дипломы. Считаю произведение подобных мероприятий чрезвычайно важным, потому что они вовлекаются с молодого возраста в эту деятельность и в понимание того, насколько существенно здоровый образ жизни для молодежи. Именно подобные акции, которые проводятся среди подрастающего поколения, и позволяют сформировать желание у нашего населения, желание у наших детей, у наших подростков быть здоровыми. Акция «Здоровое питание активно долголетия» прошла в Самарской области впервые. Чтобы еще больше людей приобщилось к правильному питанию и поддержанию здорового образа жизни, организаторы обещают сделать ее ежегодной. Никита Борисов, Дмитрий Мешканцов, События. Самара вспоминает Александра Арчибасова. В честь мастера спорта СССР по греко-римской борьбе на стадионе «Металлург» пройдет открытый областной турнир по этому виду спорта. На ковер выйдут спортсмены из разных регионов России, не старше 16 лет. Начало схваток в 10 утра в субботу. Торжественное открытие соревнований в полдень. Вход для болельщиков бесплатный. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова